МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации Талерадо-компании Гомель, у студии Натальи Игнатенко. Добрый день. Глядите в выпуске. Резиденты свободной экономичной зоны Гомель-Ратон протягивают створать новое импортозамещальное вытворчасти. Додатковый электротягник бизнес-класса с 9-го Кастрычника будет курсировать помеж Гомелем и Минском. В Чачерску супрацовники МНС выратывали на пожары пожилую жанчину. А заразом этим и иншим больше подробязно. До конца этого года в свободной экономичной зоне Гомель-Ратон планует начать выпуск продукции еще несколько предприемств. Правда, по словам резидента, этот процесс мог отбыться ранее, а лишь мать часу займают разностаенные узгаднения. Что стремливает приватный бизнес, поспробовали доведаться наши корреспонденты. Приватное предприемство «Милитекс» по ассортименте своей продукции аналогов у Беларуси немае. На конец года тут плануется пожарить вытворчесть так званых элементов радиочастотной идентификации. По сути, это те элементы, которые позволяют вести улик, литерально усяго. От колькости поездок в громадском транспорте до наявности продукции на складах. Все нет для потреб Беларуси, они набываются выключено за межами краины. А тому «Милитекс» не только высокотехнологичная, але и импорта замешальная вытворчесть. Правда, пачать выпуск продукции тут могли и ранее. Але процесс разностаенных узгаднений в первую шаргу на проведение будовничных работ оказался вельми протяглым. Об этой проблеме, до речи, сегодня кажусь практически на всех предприятиях, которые начинают свою деятельность. Доправ письмо, дайте разрешение, получи это разрешение. Ну, везде это время занимает, естественно. Значит, должен кто-то выехать, что-то смотреть. Хотя сегодня на предприятии у нас есть, как положено, и технадзор, и руководитель проекта. Свободная экономичная зона – универсальный плясок для развития бизнеса и протягнения инвестиций. Сейчас, в использовании ГТМ «Ахшимасти», на Гумельшине мкнутся около 80 резидентов. У тем леку – с Россией, Украиной, Германией, Турцией, Францией, Лихтенштейна. У администрации СС скажут, что мкнутся створить для каждого максимально комфортные умовы. Для инвесторов существует система замасованных на державном узровне гарантий. Иншая справа, что у некоторых законодавчих актов уносятся изменения. И тут галуны продугледить усе махчимые наступства. Условия ведения бизнеса у нас меняются с 1 января 2017 года. Конечно, некоторые изменения в таможенном законодательстве будут по свободным экономическим зонам. Но, однако, компенсационные меры сейчас рассматриваются в нашем правительстве, чтобы дополнительно какие-то льготы дать нашим предприятиям, резидентам свободной экономической зоны. Олеся Цюрова, Ольга Коновалова, Юген Макинка, телерадио «Компания Гомель». Про выник и перспективы развития региональной экономики сегодня поди размова в программе «Деалог». Гостем студии станет наместник старшини гомельского Аблвы Конкама Баляслав Перштук. Рядите «Деалог» у промым эфиры на телеканале «Беларусь-3». Сегодня у 19.01.20 хвилин. Номер телефона у студии – 77.68.45. В связи с высоким опытом насельничества белорусская чугунка призначила додатковый денный электротягник бизнес-класса «Гомель-Минск». Он будет курсировать с 9-го костричника по 4-го листопада по пятницах и неделях. А так само 7-го листопада. Тягник будет отправляться с Гомеля в 11.01 и пребывать в Минск в 13.59. В отворотном накерунку тягника приходит в 14.47 и пребывает в Гомель в 18.20 с припынками в Бобруйску и Жлобине. В Чачерску супрацовники МНС вырятовали на пожары пожилую женщину. Как поведомили у областным управлением Министерства по надзвичайных ситуациях, пожар узник напереда дню вечера на первом поверхе шмат поверхового жилого дома. Узгорание отбылось у квартиры 55-годового мужчины, який неоткладно покинул помешканне. Дым проник у суседнюю квартиру, где находилась пожилая пенсионерка. Жанчина отруцелася продуктами горения и осталась живой, только дякуючи оперативным деяниям вырятовальников. С дома были эвакуированы 10 человек. Потерпелых нема. Причины узникнения пожару удокладняются. На Гомельщине за 5 годов у ДТЗ загинули 17 детей. 295 отримали травмы. При этом по вине водителя отбылось и 212 аварий. За детей 82. В этом году один неполнолетний выник у ДТЗ загинул. 39 отримали по шкоджению разной ступени тяжкости. До речи, большинство из них были пассажирами. В эти дни на территории региона проводится профилактическая акция «Дитя – головный пассажир». Мероприемство накеровано на пропаганду дитячих утримальных прилад и безопасные перевозки неполнолетних. С начала года за порушение этих правилов до отказности притягнуто 4 тысячи водителев. Нагадаем, что дети в возрасте до 5 годов обовязаны знаходятся у автомобиля у специальных люльках и креслах. В возрасте от 5 до 12 годов можно выкорыстовывать бустер тенокеровальный для ремня безпеки. Данные устройства помогают пристегнуть ребенка так, чтобы штатный ремень не давил на шею ребенка. Были такие дорожно-транспортные происшествия, в которых от автомобилей ничего не оставалось, они не подлежали восстановлению. Взрослые участники ДТП попадали в реанимацию, а дети, можно сказать, отделывались легким испугом благодаря тому, что находились в окресле. Протягиваем выпуск. Областный комитет БРСМ обвестил об проведении шестого сезона республиканского конкурса «100 идей для Беларуси». Акция накеревана на активизацию инновационных распроцовок молодыми людьми и протягнение их до выращения задач социально-экономичного развития краины. Прием проектов уже распочали районные подразделения БРСМ. Заявить про отдел можно и виртуально. Треба заполнить электронную форму на официальном сайте проекта. Сярод 10 номинаций конкурсу «Агропромысловая», «Будовничая», «Бия» и навод «Авиакосмичные технологии». Попередние сезоны показали, что самой популярной темой з'является социальная сфера. На сегодня у районные комитеты БРСМ поступило коля 10 таких проектов. Что касается областного этапа, то мы планируем его проводить 16 ноября в городе Гомеле и планируем, что в нем примут участие около 30 проектов. Всего мы надеемся, что в этом году на территории Гомельской области будут подано более 50 заявок для участия в районных отборочных этапах конкурса. Приглашаем молодежь для участия в конкурсе. К слову, информацию о конкурсе можно найти на сайте 100.id.s.by и на сайте областного комитета БРСМ. Уперед отборочных туров проводятся научные семинары и встречи авторов проектов с инвесторами. У вынику самая цікавая идея смогутся отримать у васаблення. Выстава памяти гомельского мастака Евгена Иванешки открылась у Гомеле. Его работы отразливаются шириной творчого диапазона и глубокой философской накерованности. Экспозицию с больше 20 полотна подрихтовали до юбилея автора. Евгена Иванешка народился в 1936 году в Речице, закончил институт живопису, скульптуры и архитектуры имя Репина в Ленинграде. Майстер долго шукал властный творчий стиль, знакомился с европейским мастакством и постоянно экспериментовал. Выставочная деятельность Евгена Иванешки началась в 1963 году. Член союза мастаков СССР и Беларуси, и он первым сирот земляков был принят в Международную Федерацию Мастаков ЮНЕСКО. С ними я лично не был знаком, к сожалению. Он умер в 2013 году. Мне очень понравились его работы, потому что он думающий человек и посещал большое количество музеев, выставок, изучал большое количество литературы. Он грамотный. К философам я его переравниваю. Мастак працывал в широком жанровом диапазоне, створал портреты, пейзажи и натюрморты. Вся род основных тем творчести природа, чернобыльская трагедия, великая чинная война и сучасное житё. У день 80-ти годя дня народжения Угена Иванюшки на выставе собрались его коллеги родные и сябры. Самое интересное, что он меня сначала называл рабом натуры. Почему? Потому что я не мог сдвинуться с места без натуры. И он дал мне толчок, он сам даже не знал, что я пойду к этому. И я начал мыслить через переплетение солнечных лучей. Если говорить о его живописи, то мы сейчас смотрим на эти работы, они настолько тонко написаны, такой цвет нежный, превосходный, прекрасный. И даже они как будто серые, но на этом фоне они всё равно смотрятся. Очень красивые и хорошо. Картины Евгена Иванюшки заховываются в Национальном Остатском Музее Республики Беларусь и приватных коллекциях за мяжой. Наведать выставу в Гомеле можно до конца этого тыдня. Ганна Корольчук, Валерий Гапанько, телерадио компания Гомель. ГТ, а так само иншие новины вы можете найти на нашем сайте у интернет по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен у студии працавала Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова